Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Разворот» в студии Марис Морканс, Оксана Антоненко и звуко-режиссёр Евгений Копеин. У нас в гостях сегодня психолог Михаил Лобковский. Вы приехали второй раз с лекциями, и расскажите, где они будут и какая тема лекции. Дай Бог не последний, здравствуйте. Дай Бог не последний. Сегодня в 7 вечера лекция будет в галерее Рига. Дайте я выговорю это название, Happy Art Museum. Нормально получилось. И эта лекция будет называться «Что мешает нам быть счастливыми?». Я думаю, мы об этом сегодня и поговорим. А завтра в 16 часов такая, но не дневная лекция, полуденная, потому что она будет про детей. В 12 дня? Нет, в 16. Ну не полуденная, это ближе к полденьку, а не вечерняя. И я, кстати, приглашаю не только родителей, но и детей, но не совсем маленьких, конечно, с колясками туда трудно зайти будет, но хотя бы лет в 12. Но я еще вот что хочу сказать, и если вам будет интересно, мы можем об этом тоже сегодня поговорить. Это еще и про отношения не только маленьких детей с родителями, но и таких взрослых, как мы с вами, и с нашими пожилыми родителями. Это отдельная вообще история. Вот такие две темы. Сегодня про то, что мешает быть счастливыми, завтра практически про то же, только в отношениях детей и родителей. Как это лекции проходят? В какой форме? Вы читаете, потом задаете вопросы? А, хороший вопрос. Вы знаете, очень тяжело, вот представьте себе полтора часа в одно лицо что-то рассказывать. Во-первых, самому тяжело, во-вторых, людям это слушать тоже трудно. Поэтому у меня новый жанр. Кстати, оригинальный жанр. Называется публичная консультация. Рассказываю. Я примерно в течение пяти, ну максимум десяти минут рассказываю, в чем суть проблемы. О чем мы будем говорить и какие в этой истории существуют трудности у людей, у детей, родителей. Или почему, например, что-то нам отравляет жизнь, мы несчастливы и так далее. А дальше я прошу задавать вопросы. Значит, те люди, которые продвинутые и нестеснительные, они в микрофон спрашивают. Те, которые застенчивы, они записки пишут. Но в результате в зале появляется такая интересная драматургия. Во-первых, все люди получают ответ на свой вопрос. Во-вторых, за счет того, что люди рассказывают истории, это интересно всем. А вы еще чувствуете, что вы не один такой, что рядом сидит какой-то человек, у которого очень похожие проблемы. И он и спрашивает, вы на себя примеряете. И когда звучит ответ, он как бы и для вас тоже звучит. Я считаю, что это гораздо интереснее, чем просто читать лекции, тем более не научный работник. А вот не стесняются ваши гости? У нас все-таки публика такая закрытая. Ну принято считать, что прибалты не такие закрытые. Ну вообще я не могу сказать, что прибалты сильно открытые. Два года назад пошел я на концерт Бреговича в Юрмале. Я первый плясать начал, все сидели тихо. Потом, правда, народ подтянулся и ползала встал и плясать. Но есть такое. Вы знаете, Оксан, ну есть какие-то темы. Например, если про секс говорить, может быть, вот не сразу. Люди должны привыкнуть к лектору. Может быть, вот через полгода я вообще хочу каждый месяц приезжать сюда. Мне здесь страшно нравится. Я вообще не визжал бы. Вот. И какие-то темы, да. Потом, знаете, как люди делают? Вот вы говорите застенчивые. Вы поднимаете руку и говорите, Михаил, у моей подруги есть такая проблема. Понимаете, да? Как ведут себя застенчивые люди. Но глупо приходить специально, да, и не задавать вопрос, если ты специально пришел, чтобы тебе помогли. Лучше перебороть, конечно, застенчивость. Тем более про секс, мы пока говорить все равно не будем. То есть, насколько я понимаю, это такой хороший способ сэкономить на психологии. Можно купить входной билет. В общем-то, как бы получить примерно то же самое, что во время личной консультации. Я могу быть откровенным, да? Да, конечно. Я один из самых дорогих психологов в мире. Я вам приведу конкретно. Хорошее начало. Да. Вот я некоторое время назад читал лекции в Лондоне. Там публика такая, как сказать по-русски, с понтами. Лондон один из самых вообще богатых городов мира. И какой-то мужчина в зале встает и говорит, Михаил, как раз про детей была история. Не знаю, вот у меня самолет частный, думаю, катать ребенка или все-таки держать его в ежовых рукавицах. Ну, так он меня спрашивает. Ну, я ему отвечаю. Это не секрет. Я сказал, дети должны жить жизнью своих родителей. Когда вам жрать будет нечего, они тоже будут голодать. А пока пусть покатается с папой. Но дело в том, что через какое-то время они спросили, сколько стоит консультация. И когда я ответил, в зале воцарилась гробовая тишина. Включая этого с самолетом, он тоже молчал подавленный. Потом он спросил, вы что, шутите? Я говорю, что это смешно? Это вообще не шутка. Почему я это рассказываю? Потому что консультации дорогие, а лекции практически бесплатные. И, конечно, вы правильно сказали, это не шутка. Это действительно возможность попасть к очень дорогому психологу практически бесплатно. И получить ответ на свой вопрос. Потому что консультации, правда, дорогие. Ну, интересно, разве можно за одну лекцию снять стресс мамы, которая воспитывает ребенка одна. И ребенок пошел в первый класс. И сейчас вот сентябрь. И эти постоянные домашние задания. Мари, все не знают у одного моего друга. Да, да. В садик можно опоздать и прийти на кашу. А в школу ты все. Ты должен прийти к первому уроку. Окей. Мари, представьте себе, что вы та самая мама. Да. А вряд ли я за эту лекцию изменю вашу жизнь. Но я могу вам прямо сейчас, да, зачем секреты сегодня делать. Я для этого и пришел в эфир, да, рассказать, что можно с этим вообще сделать. И вы, может быть, действительно выйдете после этой встречи, окрыленной такой мамой, которая уже вообще не дергается с утра ребенка в сад везти. Вот простая ситуация. В школу. А, в школу. В школу вообще без проблем. Еще в сад. Тут спорный вопрос. Все-таки очень маленький ребенок. Насколько я знаю, в Латвии обязательно из пяти лет, да, в сад выводить. Есть частные садики. Нет, до этого, пожалуйста, да. А вот пять лет перед школой, как бы, как подготовительные группы. Давайте я говорю про первый класс школы. Значит, мое мнение следующее. Вы, если вот прямо такой пекающий отец, который пыль среди детей сдувает, да, возьмите отпуск на две недели, начиная с первого сентября. И действительно, в течение вот этих двух недель вы можете ребенка будить, водить его в школу, встречать дома, делать с ним уроки и так далее. С одной только целью. Что через две недели вы этого делать не будете, он это все будет делать сам. Самые простые вещи. Ребенок должен научиться сам встать. Да. Ребенок должен сам распределять свое время, когда он делает уроки. Ну, там обед, понятно, это то, что делают взрослые, да. Но то, что связано со школой, я считаю, что это, если эта тема звучит дома, это отравляет всем жизнь. Я стремлюсь к тому, чтобы тема школы дома вообще не звучала. Такое табу было на школу. Кроме одного исключения. Если ваш ребенок просит о помощи, помогите ему. Если жалуется, плачет. Жалуется. Если он просит помочь, он не понимает, ему трудно. У него конфликты и так далее. Во всех остальных случаях ребенок сам встал, сам оделся. Не надо ему ни портфель собирать, ни проверять. Он не должен вам с утра стихи читать в ухо или ночью перед сном. Не должна быть такая ситуация, что вы пришли в 7 часов с работы, да, и вдруг выясняется, что уроки мы еще не начинали делать, у нас ни черта не собрано, и начинается крик, конфликт. Ребенок в то время играет в компьютере, вообще не собирается никуда садиться. Вы не учительница, вы даже деньги за это не получите. Поэтому я считаю, что надо научить ребенка с первого класса, начиная отвечать за себя самому. Поэтому, Марис, если вы говорите о том, чтобы вставать, то он вас еще будить будет. Говорит, отец, вставай, ты на работу опоздаешь. Я тоже стою с чемоданом и дверей, потому что у меня в школу очередь. Это можно сделать, и это нужно сделать. Потому что впереди в Латвии 12 лет, да, школа? Да, 12. Вы представляете, что такое отравиться на 12 лет и себе, и ребенку, жизнь? Подождите, но вы предлагаете спокойно родителям смотреть на то, как ребенок не делает уроки, никуда не собирается садиться, играется в компьютер и как бы вроде бы не вмешиваться. Оксана, я могу задать личный вопрос? Нет. Хорошо. Мне можете. Вас опекали, Марис? С вами делали уроки? Папа не делал, мама какое-то время... А потом что случилось? Через какое-то время? Ну, у меня не было компьютерных игр, мне приходилось. Нет, давайте с компьютером тоже тему закроем. Я считаю... Всегда есть на что отвлекаться. Нет, компьютер – это святое. Полтора часа в день, в будни и четыре часа в выходные. Это вот так, как я и в школе еще 10 лет работал, и психологом уже 30 лет работаю. И знаю, что такое компьютерная зависимость, не дай бог. Поэтому я считаю, что здесь должна быть твердость дома, полтора часа в будние дни и четыре часа в выходные. То, что ребенок отвлекается, пусть отвлекается. Дело в том, что школа так сделана. Вот мы говорим, Марис про первый класс спросил. Там или вообще нет домашних заданий, или они там в 20 минут укладываются. В общем-то, класса до шестого, все домашние задания – это максимум 40 минут. Если ребенок хочет размазать, простите, это дерьмо по тарелке, и до утра делает свою домашнюю работу, флаг в руки. Но пусть он сам эту проблему решает. Не надо душой стоять. Не надо кричать, что мы уже спать идем, а еще ничего не сделано. Это не ваша проблема. А если он эту проблему не решает? Ну, нет у него мотивации, неинтересно, ему не хочет. Он не понимает, зачем учиться. Значит, смотрите. Когда ребенка в школу принимали, то его приняли как адекватного, правильно? То есть он, ну, как бы соответствует своему возрастному развитию, психически здоров, у него нет отставания в развитии и так далее. У ребенка есть потребность, естественно, к самореализации. Да, если он попал в плохую школу или плохую учительницу. Кстати, заодно могу сказать, что в начальной школе, конечно, нужно не школу искать, а конкретную женщину, которая в ближайшие 4 года будет учить вашего малыша. Она должна быть не истеричной, без комплексов, или бить детей, а не быть женой военного, которая ничего другого делать не умеет. Это важный момент. Если у ребенка ко всему отвращение, то у него какая-нибудь детская депрессия. Тогда его нужно ввести к детскому психологу или психоневрологу. Есть дети, например, 25% детей имеют проблемы под названием СДВГ. По-английски HDD. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Они не концентрируются, они не учатся, они не могут долго держать внимание, бегают. У нас в классе, да, у всех были такие дети. Если ребенок вдруг полную апатию испытывает, Оксана, у него проблемы у ребенка, надо показывать детскому специалисту, он не может быть, как говорят в Одессе, если ваш ребенок не орет, может, что-то случилось, он не может вот так вот не испытывать интереса. Как вы себе это представляете? То есть, если ребенок совершенно довольный и счастливый играет в компьютерные игры и с удовольствием ходит в школу, но двоечник, то значит, все правильно, да? Нет. Если он двоечник, потому что он не усваивает программу, значит, есть какая-то психологическая проблема, он необучаемый. Но если настроение у него хорошее, если он с удовольствием в школу бежит. Вот это самое главное. Теперь, по поводу двоечников, да, и второго года, добавьте уже тогда до кучи. Смотрите, когда вы дома опекаете ребенка, он с вами один на один, он начинает капризничать, выступать, это я буду, это я не буду. А в школе там другая история, там, так сказать, групповая психология вылезает. Он же не хочет быть лузером. Он будет приходить вовремя, чтобы на ним не ржали. Вот представь себе картину. Первый класс, второй, неважно, хоть десятый. Дети сидят, женщина эта, немолодая, что-то объясняет. В то время открывается дверь, и потупив взор, стоит ваш ребенок, мнется, и говорит, можно войти. И тут крик начинается, а дети ржут при этом, потому что это не первый раз. То есть ребенок такой лузер, который все время опаздывает, например. Он не хочет быть таким. Он будет приходить за полчаса до уроков. Или вы говорите, Марис, про двойки. Ну и вот вызвали этого ребенка к доске. Он опять так же точно мнется. Ему прямо то краснеет, то потеет. Опять все смеятся над ним, начинает. Он такой жизни не захочет. Он будет учиться. Стресс у родителей, у этих мамочек. У них стресс, что ребенок либо довольный плохо учится, либо недовольный учится хорошо. То есть вот как родителям на вашей лекции эту проблему решить? Если выбирать, то пусть не учится, но ему должно быть хорошо. Это важнее. Потому что вот нас трое, да, вообще не помним, да, про школу? Я вообще не вспоминаю. Я помню, у меня мама не ходила на классные собрания. Она отдала меня... Позвольте два слова про классные собрания. Вот единственное, где бы я твердость проявил, сказать, сынок или дочка, смотри, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Но если меня вызвать в школу, я тебе сейчас тоже проблему устрою. Давай договоримся. Я не лезу в твои дела, и у нас с тобой прекрасная жизнь. Мы общаемся об искусстве, о жизни. Мы смотрим кино и рассказываем друг другу. Мы читаем книжки и гуляем. Мы не трогаем неприятную тему школы вообще. До тех пор, пока бы меня в нее не вызвали. Но если меня в нее вызовут, то я тебя сейчас устрою. Потому что ты должен сам отвечать за свою школу. Я здесь не должна бегать за тебя. Сейчас прервемся на новости и рекламу. Потом вернемся, не переключайтесь. На Болткоме разворот. И снова добрый день. В эфире по-прежнему разворот в студии Марис Морканс. Оксана Антоненко. Звукорежиссер Евгений Копин. У нас в студии психолог Михаил Лобковский. Сейчас есть у вас возможность задать вопросы. Я напомню, телефон 67-212-93-9. 67-213-93-9. Да, Михаил. А у вас такая иерархия, да? Иерархия? Оксана, Марис, звукорежиссер Евгений Копин. Какой-то чувак еще в студии. Да, нет, у нас тут вот все. Да, главное не забыть звукорежиссера. Он все-таки включает. Выключает микрофон. Это важно в нашей ситуации. Давайте сразу примем звонок. Надевайте наушники. Добрый день. Добрый день. Добрый. Вот длинный у меня вопрос будет. Да, давайте. Спасибо. Вот гость психолог. Слушал первую часть. Интересно, занятно. Но вот вопрос мой следующий. Вот немножко трудно объяснить. То есть психологи, они обычно, ну как, они в белых перчатках. Осторожненько, словесный такой подбор особенный и так далее. И тут я слышу такую очень такую же прямолинейную речь. С несколькими цитатами там на тарелке, с понтами, флаг в руки и так далее, и так далее. И это все может быть хорошо для некоторых людей. То есть вот я из тех, которые когда идет к врачу, говорит, вот так, у меня пять минут, давай почини меня. Вот мне, может быть, это годится. Но особенно касаясь вот прибалтийской аудитории, которая и так уже тихонько с вопросами, а куда еще там ручку поднимать и рассказывать ситуацию о себе. Иногда это надо вытаскивать вот такими клещами. То есть вот как вы вот в этих семинарах, то есть вы немножко меняетесь или вот людям именно это и нравится. Это и есть вот это отличие. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Смотрите, я сниму, да, на улице. Очень многие люди путают ток-шоу на радио с консультацией. Здесь я не консультирую. Здесь мы же разговариваем. Я, как обычный человек, не на работе, разговариваю тем, может быть, примитивным языком, которым я объясняюсь. Отсюда слово понты, флаг в руки. Это еще, кстати, не самое большое, что я обычно говорю. У меня даже есть поговорка любимая. Какая? Если у бабушки были яйца, это был бы дедушка. Но я так не разговариваю во время консультирования. Понятное дело. Но слушатели могут подумать, что вот здесь происходит какое-то психологическое действие. И странно от психолога слышать такие обороты. Нет, здесь у нас ток-шоу. То есть мы, это радио, мы здесь разговариваем. А лекция? Лекция, это между консультированием и радио. Нет, лекция все-таки более свободная речь. Вот самая несвободная речь, как правильно сказал наш слушатель, когда люди подбирают слова, это, видимо, консультирование. Но я вам хочу сказать, что я исповедую, у нас вот будет как раз сегодня, что мешает, надо быть счастливым, некоторые жизненные правила. Я хочу, если вы позволите, первыми тремя поделиться. Которые действительно могут изменить жизнь к лучшему. Первое, оно общественного полагающее, называется, делай то, что хочешь. В частности, говори то, что думаешь. А когда вы подбираете слова, то вы пытаетесь построиться под собеседника, что уже говорит о том, что вы имеете невротические проблемы. Потому что вы не ведете себя естественным образом. Вы пытаетесь, будучи зависимым от других людей, понравиться им, сделать так, чтобы им было комфортно с вами. Угодить, вам или нужно от них что-нибудь. И вы действительно подбираете слова. В каждой конкретной ситуации вы можете объяснить, почему вы себя так ведете. Второе, не делай то, что не хочешь. Правило. Которое, собственно, вытекает. Из первого, это предполагается, что не надо терпеть то, что тебе не нравится. Вот я стараюсь не заниматься теми вещами, которые я не люблю. Но третье, оно очень смешное. Надо сразу говорить то, что тебе не нравится. Объясню тут смысл в чем. Большинство неврозов, это еще Фрейд заметил, связанное с чувством обиды и унижения. А вот это чувство обиды у человека возникает, когда ему что-то не нравится, и он в себе это держит, пока это не превращается в какой-то уксус в нем. Это все бродит, да? И чем больше он молчит, тем больше взрывается его мозг, потому что чувство обиды его просто переклинивает. А когда вы сразу говорите, мне это неприятно, да, мне не нравится этот разговор, то вы даже обидеться не успеваете. Вот тогда невротик обламывает себе кайф. Смотрите, с выражением. А как же обидеться? А как же заморочиться? Если ты все время будешь сразу... Как же жить с этим? Да, жить с этим в голове. Да, я вспомнил, да, этот ролик шикарный. Так вот, я хочу сказать, что если вы будете исповедовать хотя бы три вот этих главных правила, делать то, что хочется, не делать то, что не хочется, и сразу говорить то, что не нравится, тоже реально начнет меняться к лучшему. И вы станете более счастливым, я так понимаю. На меня посмотрите. Но это не ведет к какому-то эгоизму. Делай, что хочешь, не делай, что не хочешь, а на окружающих, в общем-то, можно, ну, как бы так. А ведет, и то, что вы, Оксана, говорите, говорит о некой арабской психологии. У меня арабская психология. Да не только у вас. Почему только у вас, вы думаете? У большинства из нас. Это уже успокаивающее. Такое советское наследие. Если я буду вести, как я хочу, да, то это эгоизм. Дело в том, что когда человек имеет высокую самооценку, он считает, что он хороший. Поэтому он же не может ничего плохого сделать, правильно делает то, что он хочет. Но когда возникает такой вопрос, что если я буду жить, как я хочу, то у других будут проблемы, значит, у вас, вы себе не очень уверены, как в человеке, я правильно понимаю? Это вопрос ко мне? Это вопрос к вам. Я опущу этот вопрос. Давайте к следующему перейдем. Давай. Я хочу сказать, что Михаил 10 лет работал в школе, но работал в советской школе, да, в советское время. Я работал в советской школе, ну, два года я работал в израильской школе, но это была школа рабочей молодежи. А что общего латышской школы? Латышской школы, гради Господь, да. Латышская школа, советская школа, российская, вы в России работаете? Я думаю, что не так много общего, кроме того, что кадры школьные одной ногой все-таки в СССР стоят. Потому что я не думаю, что всем учителям Латвии 25 лет. Некоторые эти по 60 и по 70 даже, правда? И они и образование получили, и работали в советское время. Ну, надо сказать, что Латвия, наверное, в советское время отличалась больше демократичностью, чем, например, Россия или Украина. Ну, как вообще страна, которая гораздо позже была присоединена. Она все-таки, там, с какого, 39-го, да, 40-го года, а не 17-го. Но, тем не менее, какие-то гимназические основы образования, вот то, что существует, как я считаю, недостаток, наверное, существует в латышской школе. Вы знаете, что финны там пошли совсем далеко вперед, отменив вообще напрочь уроки. У них вообще все по-другому. А Япония отказалась от гуманитарных предметов типа политологии, обществоведения и другого, как ненужных. А как вы, вы меня спросите, как будто я учился в латышской школе. Нет, я просто, мне кажется, что, ну, на чем вы будете основывать лекцию вот с людьми, если школы отличаются? Я не буду говорить, сколько про школу, сколько про отношения между родителями и детьми. Дело в том, что то, что я говорил, например, вот вы начали разговор с того, что спросили, как ребенок в школу должен уйти с утра, да, собираться и так далее. Это и в американской школе он должен, и во французской школе. И вообще разницы никакой нету. А его отношения в школе с детьми и учителями. Вот давайте опять вспоминаю тот же Лондон. Такой был вопрос. Значит, в Лондоне везде камеры в школах стоят. Если один мальчик к другому навалял, а другой ему ответил, то он окажет того, который ответил, потому что камера зафиксировала, что он ответил, и родителей вызовут в школу. И им, администрация школы, родителям говорит, если вашего ребенка побили, он должен пойти к директору или к учителю и сказать об этом. Когда они говорят, вы что, с ума сошли, это у меня мальчик будет ходить и жаловаться, что его побили. Но если он, не дай бог, даст сдачу, то мы его, может, даже из школы исключим за это. Вот так вот. То есть это, видите, не имеет отношения ни к Латвии, ни к Англии, ни к Советскому Союзу. Это общечеловеческие ценности и, собственно, попирание этих ценностей. Конечно, ребенок должен сдачу дать, а не ходить и жаловаться, если он не девочка. Девочка может пойти пожаловаться. Но как можно объяснить человеку, что он 12 лет будет в школе и счастливо должны пройти эти годы? Ну, объяснение, оно смысла не имеет, потому что вы можете сколько угодно говорить, как говорят на Востоке, слово «халва», но во рту слаще не станет. Но если вы будете себя правильно вести, а в этом правильном поведении главное не трогать тему школы дома вообще. То есть тема школы может быть только с подачей ребенка. Дайте самые простые вопросы. Не надо спрашивать, что сегодня было в школе. Не надо спрашивать, что тебе сегодня задали. Не надо спрашивать, делал ли ты уроки, собрал ли ты партфель, приготовил ли ты форму на завтра и так далее. Не надо спрашивать, с какого часа вы его к первому уроку или ко второму, и бла-бла-бла. Вы можете о чем-то другом хочется спросить, общаться? О погоде, о природе. Если ребенок подходит и говорит, мама, я не понимаю это. Мама может сесть с ним и объяснить ему, если он еще понимает. Но если он не спрашивает, считайте, что у него все нормально. Вот тогда эти 12 лет будут более-менее вменяемыми. И не превращаться. Я хочу еще гайку закрутить, Марис. Куда больше. Я сейчас скажу, вы поймете, куда больше. Там есть куда больше. Если вы будете скандалить из-за школы с ребенком, ну, из-за средней школы особенно, то это и есть ваше отношение на всю будущую жизнь. Когда ему будет 40, а вам будет 65, он вам звонить не будет. Ему будет плевать, болеете вы или нет, потому что его достали уже в школе, и он старается как можно быстрее свалить из дома. И он привлекнет к тому, что даже когда вы звоните ему, а вам уже 65, вы не можете нормально говорить, вы тоже будете ему делать замечания, будете спрашивать, ну, а как ты себя чувствуешь? А почему ты холодно одеваешься? А почему ты шарф не надел? И все это дерьмо со школы будет продолжаться. Ну, а куда спрятать все эти переживания? Я понимаю, что мне туда... Я хочу спросить про портфель. Ребенок выходит из дома в тапках, а не в сапогах. Ну, пускай идет. Нет, Марис, вы как родитель, конечно, несете ответственность за ребенка. Он не может по снегу, например, ходить в тапках. Вы вернете его и переоденете. Но не надо превращать тему школы в домашнее обсуждение. Тут должна быть концепция, направление правильное. Дом – это святое место. Занимайтесь с детьми просто так. Ими даже заниматься не надо. Общайтесь. Получайте удовольствие от их детства. Они же вырастают, да? А как если родители приходят домой, они обсуждают, что за день случилось, что у кого на работе было? Это нормальная такая ситуация? Ребенок как-то... Может, его тоже надо привлекать к этому разговору? У него за день случилась школа. А как у него не спрашивать про школу, если мы вот это обсуждаем примерно то же самое? Хороший вопрос, Оксана. Ну, пусть сам подойдет и скажет. Он должен хотеть поделиться. А когда интерес проявить? Нет. Когда вы у него спрашиваете, ему уже не хочется разговаривать. Вы не понимаете. Вы облабываете. Даже если и было минимальное желание пообщаться. А еще такая проблема. Обычно спрашивают у него отличников, правильно? Обычно спрашивают у проблемных детей, что было в школе. Вопрос неприятный. И у них защита. Как говорила моя мама, кто сказала мать при новобрачных, не всем нравится, когда у нее в школе двойки, а мама спрашивает, ну что, расскажи, что сегодня было нового? Как бы издевательски. Понимаете, когда ваш ребенок учится на одни пятерки, что является, кстати, здоровым признаком, это так, наверное, перспективно. У нас десятки. А? А, десятки, да? То есть пятерки – это здорово как раз. Ну, это тоже плохо. Значит, смотрите, когда на десятку, то это перфекционизм уже. Это плохо? Это плохо, это очень высокая тревожность. Значит, есть единицы детей, которые такие вундеркинды. Вот у меня в классе был сын знаменитого, ныне покойного культуролога Сергея Сергеевича Аверинцева. Такой был выдающийся человек. Его сын уже к первому классу учил около шести языков иностранных, три из которых были мертвыми, типа греческий, латынь еще какой-то, ну, древнегреческий. Вот он ему что первый класс, что пятый одинаково, он и так все это понимал, просто отбывал, так как была необходимость получать образование, он ходил в школу. Но ведь мы понимаем, будем честны друг с другом, что 90% как правило девочек отличниц, да, это абсолютные слезы, это 10 раз переписанные домашние работы, это мама, тут непонятно, у меня О или А написано, и сейчас давай по новой, как Толстой Анну Каренину в 13 раз переписывать. И очень жесткая цена вопроса, чтобы получить золотую медаль или красный диплом, да, люди пашут. Но смысл учебы не в том, чтобы ты какую-то, как этот заяц за морковкой бегал за этой медалью, а то, что ты, ну, делал то, что тебе нравится. Это не спорт. Это не спорт, это вообще бред какой, какая золотая медаль, зачем? А как же амбиции, вот если вот амбиции у человека на золотую медаль, что тут плохого? Оксана, вы тут начинаете глубоко копать, амбиции, это тоже невроз, амбиции здоровыми не бывают. Слушайте, у меня тогда другой вопрос, вообще здоровые люди в принципе бывают? Да, а у них нет амбиций. В принципе. Я не считал. Вот, вы понимаете, в жизни не надо стараться что-то добиваться, в жизни надо жить и получать удовольствие. Теперь, почему мы все тем не менее добиваемся? Вот я знаю, что Маринский прекрасный фотограф. Не за медаль, потому что нравится, видимо, фотографировать, правильно? Ну, я смотрю, куда вы копаете, то есть, если мне не нравится девушка, ну, верну меня там в 90-е, да, и если я узнаю, что у нее серебряная медаль или золотая, она закончила школу и красный диплом закончила институт, мне с этой женщиной не по пути. Почему? Ну, потому что, ну, вот признак всех них. У нее невроз. У нее невроз. Значит, я вот что скажу. Люди, которые перфекционисты, давайте конкретно, вы, может быть, конечно, что-то девушка, вам с ней не по пути, что у них за проблема? Вот что за проблема отличника? Давайте поговорим, коротко. Первое, он не умеет проигрывать. То есть, если у него что-то не получается, он больше этого делать никогда не будет. Второе, он не берется за то, о чем он не знает. Ему нельзя получить ничего нового, он ничего нового и даже трогать не будет. Он человек, который может делать дальше, если он проиграл, он больше не поднимается. То есть, он бросает и больше к этой теме, это может быть, все что угодно, там, наука, занятия, которым он занимается, он туда не вернется. Но самое главное, он страшный, тревожный, знаете, есть так называемая застревающая личность по карту Карла Леонгарда, это люди, которые кран проверяют по 10 раз, дверь, ручку двери, вот так вот. Это нервные люди, поэтому они отличники. Но у нас не хватит эфира, это, понимаете, целая психология. Я сейчас начну обо всем рассказывать, одно цепляет другое. Но Марис ушел от моего реплики. Я еще раз возвращаюсь, Марис, вы ведь фотографируете, потому что любите это дело, правильно? Я фотографирую, когда что-то происходит. Ну, вам нравится это? Да, если есть. Вот этого достаточно. Мне нравится заниматься психологией. Я когда, я еще в Израиле учился, да, и мне сказали, давай третью степень делай, ну, докторат. Я говорю, зачем? Ну, ты будешь, у тебя будет визитка такая, и там будет написано PHD, ну, доктор философии, психологии. Я говорю, а зачем? Я же не занимаюсь научной работой. Я консультирую, ну, практики. И мне это не нужно. У меня нет амбиции. Мне нравится моя работа. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я не хочу ни доказать никому ничего, ни вырасти над собой, я тоже не хочу. Потому что, дайте отдельную тему про амбиции поговорю как-нибудь. Мы сейчас, может, не уложимся просто. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале и мы к нему словами не так много времени до конца передачи. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, задавайте вопрос. У нас немного времени. Значит, вопрос по поводу учителей. Что делать и нужно ли бороться с учителем, у которого повышенные амбиции, да? То есть, для того, что он всячески пытается контролировать с детьми и дело даже доходит до обмана. То есть, до обмана и вплоть до того, что он просит детей, например, и говорить даже неправду. Но при этом он старается быть, то есть, выглядеть красивым, хорошим. Угу. А вопрос в чем был? Что делать с учителями? Я положил трубку, к сожалению, наше. Ну, в общем, с теми учителями, которые сами перфекционисты, и втягивают в это детей. Дело в том, а почему вы думаете, что учителя втягивают? А родители разве не ищут такие престижные школы, после которых 90% поступают в университет? Ищут, конечно. Это же общая история. Общая, я бы сказал, невроз. Вы всегда должны держать в сторону своего ребенка. Особенно в ситуациях, когда он откровенно прав, учитель откровенно неправ. И ребенок, скорее всего, может пожаловаться и сказать там, мама, папа, вот я был в школе, нам сказали, что мы об этом не говорили, или вот что такое амбиции, чтобы хорошие цифры показать, результаты контрольных работ, проверочных работ, чтобы наша школа имела большой рейтинг. Это амбиция родителей. Но у меня дети-то взрослые уже, но в принципе, если бы им сейчас идти в школу, я бы все-таки отдал в ту школу, где такая добрая женщина работает. Мне совершенно по барабану, какое там углубление, каких языков с первого класса, потому что ребенок может за год учить любой язык. Ну, хорошо, у вас такой есть опыт, вы можете посмотреть на меня, на Оксану и понять, что мы проецируем. Пойти по городу и видеть тоже, у кого какие отклонения или достоинства. А что, серьезно, все отклонения видны? Да. Все отклонения видны по людям? Вот можно прийти, посмотреть на учительницу и определить, насколько она адекватна? Ну, нет, конечно. Но вы знаете, что такое учительница? Это бывает очень такая добрая действительно женщина, которая реально обожает учить детей. Я был не самым лучшим учителем. Например, я в средней школе говорил детям следующее. У нас была очень маленькая разница в возрасте. Им было 18, 17, а мне было 24. Я говорил, дети, ведь нет ничего такого, чьи я не знаю, а вы знаете, поэтому рот свой закрыли, и тут бы говорить буду я. Ничего хорошего в этом нету. Я был авторитарный, и мне не интересовало, знаете, как дети раскрываются, что-то у них новое появляется. Вот учитель настоящий должен быть не такой, как я. Он должен действительно балдеть от того, что дети что-то, ну, в какое-то другое качество перешли, что-то поняли, да, что-то они осознали, и ему это интересно должно быть. А просто престижная школа, где закручивают гайки с целью, чтобы как можно больше было академической успеваемости, чтобы все олимпиады дети выигрывали, и тогда скажут, вот эта школа в Латвии, да, в первую десятку входит, престижная и так далее. Я считаю, что это опять же для амбиций, а еще хочу одну смешную вещь сказать. Если вы наемный работник, для вас очень важно, какое вы получили образование, ваш бэкграунд, опыт работы и так далее. А вот если вы занимаетесь бизнесом, это пусть родители сейчас закроют уши своим детям, в Америке 60% миллионеров вообще не имеют высшего образования. Образование к бизнесу отношений вообще никакого не имеет. Вы можете ходить в церковно-приходскую школу и быть миллиардером. Вот что я вам хочу сказать. Я вспомнил еще одну смешную вещь. Нас есть полминутки? Есть. Все знают Джан Роулинг. Она училась в очень непрестижном университете, в каком-то типом университете восточного Лондона. А ее бойфренд, который я никогда не любил, учился в так называемой Лиге Плюща, где самые престижные университеты Великобритании. И они на ней ржали всю жизнь, что она вообще не образована, вообще никакая. Но о чем кончилось, знает весь мир. Вот Джан Роулинг два миллиарда и вселенская слава, а как звали ее парня, не знает даже ее в родном университете. Да, но не факт, что это уже конец. А есть еще полминуты? Есть, конечно, мы вам скажем, когда все. Насчет того, что в жизни правильно, а что нет, у меня есть обожаемая такая, ну как сказать, поговорка. Когда одна девочка, я не рассказывал в прошлый раз, нет, получила пятерку, шла гордо подняв голову и сломала себе ногу. А другая получила двойку, опустила голову и нашла кошелек с деньгами. Никто не знает, что в жизни лучше, а что хуже. Давайте буквально на пару слов вернемся к проблеме взрослых детей и родителей. Мы это несколько раз анонсировали и так, собственно, и не затронули толком. Что делать с родителями, которые опекают взрослых детей? Ты вроде как взрослый человек, понимая, что последнее счастье у твоих мамы, папы, бабушки, дедушки позаботится о том, чтобы у тебя, взрослого, 30-40-50-летнего человека, шапка была нормально надета и шар был правильно завязан. Но, с другой стороны, бесит ненормально. Вот что делать? Я в золотой середине. Вопрос так самый задаете. Не в бровь, а в глаз. Вопрос, ответ будет не сразу понятный. Тут нужно много времени. Нужно перерасти своих родителей и разговаривать с ними не как ребенок с мамой, а как взрослый человек с пожилой женщиной. Вы улавливаете разницу? Знаете, кого бесит? Бесит ребенка, которому уже 30 лет, а его мама продолжает его опускать. И маму бесит. Да, и маму это тоже бесит. Но когда вы вырастаете из мамы, когда вы понимаете, что вам не 5 лет, а это ваша мама, но это пожилой человек, а вам 30 лет, то у вас уже другая психология, вас уже это не раздражает. Но для этого надо заставить своих родителей по-своему разговаривать. Надо заставить, чтобы родители с вами считались, чтобы вы выросли. Это требует... Ну, вот будет у нас еще передача, я об этом скажу. Вот объясните сейчас в нескольких словах на пальцах. Что сказать этим мамам, папам и так далее? Что я так не собираюсь с тобой, мам, общаться. Мы будем общаться, как я хочу. Значит, вот про шапку мы рот закрываем, про это мы не спрашиваем. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой нормально общались, тебе надо меня начать уважать. Тебе надо смириться с тем, что мне не 5 лет, а уже 30, что я взрослый человек. А мама, папа обижаются. Да, они обидятся, им тоже приходит, у них такой болезненный рост тоже, как у детей, да? Если ты поймешь, у нас все будет хорошо. Если ты не поймешь, нам будет трудно с тобой общаться. Так как родители все равно поймут, им деваться просто некуда. Это не сразу произойдет. Первая моя работа была в этой связи. Женщине было 82 года, а дочери 60. И ничего, она 82 года поняла, что не надо звонить 5 раз в день и выносить мозг. Почему? Хочется общаться с детьми. Значит, считайся с тем, что ребенок уже взрослый. Но это действительно это отдельный разговор, конечно. Женщине сейчас нужно заканчивать. Да, буквально пару минут у нас осталось. Один звонок успеем принять. Очень коротко. Добрый. Хочел спросить вашего гостя. В Латвии только по официальной статистике 73% детей в школах подвергается насильнику. Если вы не разговариваете о школе, там ничего так весело. На самом деле у меня четверо детей. Информации достаточно. Причины и что с этим делать? Спасибо. Ну, наш слушатель не сказал, со стороны кого насилия? Учителей или других детей? Над детьми вроде. Над детьми насилие. Нет, делает понятно. Дело в том, что Латвия все-таки член Евросоюза и европейские ценности в Латвии разделяет. Даже юридически. Поэтому есть надзирающие органы над школой. Это не обязательно сказать. Должен быть директор школы, который может защищать своих учителей. Вы должны писать письмо или министерство образования, или органы, там районы или городские образования, где указывают на ситуацию и требуют разбирательства. Вводить ребенка из школы в школу, чтобы уметь стресс, я бы не стал. Пусть лучше учителя уволят, а не ваш ребенок придет в другую школу. Всегда старайтесь быть на стороне ваших детей. К сожалению, очень многие родители в погоне за оценками стараются не конфликтовать со школой в ущерб своим детям. Это неправильно. Оценка будет, а ребенка второго у вас такого не будет. Ну вот, к сожалению, сейчас мы заканчиваем. У нас был в гостях Михаил Лавковский, психолог, и сегодня можно послушать вас в хэппи-арт-музее на галерее Центрс. Во сколько сегодня? Галерея Рига. Галерея Рига. Галерея Рига. В 19 часов про... Надзернову. Да, Надзернову, совершенно верно. Как быть счастливым. Сегодня в 19. И завтра в 16 как раз про детей и родителей. А в студии работали Марис Морканс, Оксана Антоненко, Копейн. Всего доброго и до свидания.